Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Дамир Миллер, мне 34 года, я родился в Казахстане, в городе Алмата. В 2003 году я репатриировался в Израиль. Потом мне пришлось пройти очень сложную операцию по удалению опухоли спинного мозга. И после этого, некоторое определенное время, год или два, мне пришлось заниматься только реабилитацией и физиотерапией. Я выжил, я уже был очень рад этому. Я всегда верил, что я начну ходить и буду что-то делать такое. Для меня было самое страшное, что у меня не будет никаких движений. Вот на эту штуку меня подвешивали. И здесь я учился двигать ногами. И два физиотерапевта передвигали мне ноги. Я учился на ней ходить. Это есть распособление, чтобы ходить по ступенькам, прочие вещи. Машина, протоктип, она здесь стоит специально для того, чтобы поучиться. Правда, сейчас закрыто я вижу. Поучиться, как можно с коляски пересаживаться в машину. Есть специальные люди, которые этому обучают. Моменты, когда мне было сложно, я находился в реабилитационном центре ШИПУ. Мне очень сильно помогали люди. В частности, медсестра Анжела. Когда я лежал, у меня даже не было коляски, чтобы выйти куда-то. Она просто одну ночь, она пришла в час ночи, разбудила меня. Вывезла меня вместе с кровати на вот этой лавочке. Она принесла мне кружку кофе и пачку сигарет. И мы тут сидели, разговаривали ночью. И курили. И пили кофе. Это было для меня такое счастье. А я сидел и держал вот так вот ногу. Здесь стояла большая пепельница. Я ее раскачивал постепенно, пытался ее сдвинуть. И один раз, один день у меня получилось пнуть эту пепельницу. То есть, у меня появилось движение. Таким образом. Вот эта вот коляска с крыльями. Это танцующие на коляске. Люди мечтают ходить, взлететь. И поэтому они делают вот такие вот скульптуры. И потом это реализовывается, возможно. Это выходит из подсознания. И вот у человека с коляской у него такой груз. И там написано килограмм или еще что-то такое. Это как будто держит его, притягивает его в коляске. И он хоть пытается встать. Мы встретились с Дамиром, в общем, так, как пациент и физиотерапевт. У него на дому. Съемная квартира и так далее. Прежде всего, это человек-боец, понимаешь? Он не человек, который складывает меч при малейшем дуновении ветра. Или там какие-то колебания. Понимаешь? Поэтому с ним было в этом плане просто. Это раз. А во-вторых, Дамир человек, который абсолютно не витает в облаках. Он реальный человек, понимаешь? Поэтому у него не было каких-то запросов. Вот я хочу, не знаю, на беговую дорожку ставить. Абсолютно показался мне нормальным парнем, который попал в переплет. Любой из нас, попадя в такой переплет, будет таким или иным образом как-то объяснить. Его жизнь изменится во всех своих, во всех слоях. Я сидел дома, как бы, мы только переехали в Аждот. Мы жили в Кибыцево-Цор до этого, переехали в Аждот. Я здесь никого не знал, как бы, находился где-то около года в стране. И однажды моя сестра, она принесла мне такой талончик со скидкой. Она мне говорит, что ты сидишь дома? Пойди, начни учить английский, делай что-то хотя бы. Я пришел сюда и полюбил это место. И оно стало для меня, как мой второй дом. Потому что здесь я мог общаться с людьми. Я приходил сюда в 9 часов вечера и уходил иногда в 9 часов утра. Я приходил иногда в 9 часов вечера и проводил здесь все свое свободное время. Плюс этот филиал Волстрита в Аждоте тогда только открылся. И он только открылся, и сюда пришло очень много интересных людей. Программистов, врачей, кого угодно. И как бы мы здесь общались, это была как реальная студенческая среда. Знаешь, как бы после Волстрита, после занятий мы шли пить кофе или еще куда-то на дискотеке. В общем, вместе все тусовались здесь. К сожалению, скажем, 60% из тех людей, с которыми я учился, они уже находятся где-то за границей. Потому что сюда в Волстрит многие приходили для того, чтобы выучить английский и эмигрировать. В 2009 году. Я организовал эту группу для тех людей, которые, в принципе, они, как тебе сказать, может это будет звучать пафосно. Для тех людей, которые, у них есть какие-то ограничения физические, но даже если у тебя нету, скажем, реальных крыльев, ты все равно можешь летать. Моих единомышленников есть около 1800 человек. В чем заключалась как бы особенность моей идеи создания этой группы, то что я, как тебе сказать, создал не клуб людей, которые себя жалеют. Знаешь, там, которые попали в сложную ситуацию, жалеют себя и, как бы, опустили крылья, да, там. Наоборот, как бы, немножко таком в экстремальном виде, скажем, немножко в радикальном виде, знаешь, типа как бойцовский клуб. Скажем так, выйди на улицу, сделай что-нибудь, там, залезь на сцену. И суть была в том, чтобы люди, как бы, они, человек, который долго сидит дома, скажем так, у него какая-то проблема, он замыкается в себе и замыкается от общества. А моя цель была в том, чтобы этих людей, как бы, вывести немножко в общество и чтобы они, как бы, начали делать такие потажные вещи, знаешь, чтобы показать, во-первых, что люди, допустим, на колясках, они не какие-то, там, моральные уроды, там, или ограниченные. В сознании или в чем-то еще, а чтобы показать, что, наоборот, как бы, с такими людьми нужно больше общаться. И, как бы, они, наоборот, в силу своих возникших трудностей в жизни, они, наоборот, более жизнерадостные, более жизнелюбивые и, возможно, очень интересные, как бы. Параллельно с периодом долго изнуряющей реабилитации, когда ты уже начинаешь зацикливаться полностью на таких вещах, как попробовать пошевелить ногой и прочие вещи, я старался выходить побольше в разные места общественные, где много людей, где можно познакомиться. В одной из таких мероприятий я встретился с людьми, которые искали трэмп, ну, то есть, попутку. И мы с ними случайно абсолютно познакомились. Это оказались актеры театра Еж, Слава и Вера Рифф, которые меня сразу же очаровали своей неподражаемой уникальностью. И пригласили меня на первый спектакль, на котором я был, в театре Еж. Для меня это было очень большое открытие в моем родном городе, Аждоди, и очень большим событием в жизни, которое во многом поменяло ход истории моей жизни и развития событий. Потому что в результате мне самому захотелось участвовать в этом, познать, что такое театр, сцена. Что мне дает выступление в театре Еж? Во-первых, я встретил кучу единомышленников, с которыми очень интересно разговаривать. Они такие же чокнутые, как и я. И они, как сказал наш режиссер, идеально к театру подходят люди-дети. То есть есть две категории – люди-дети и люди-взрослые. Люди-дети – это которые могут запросто играть с детьми, скажем, даже когда они в солидном возрасте. Просто смеяться и шутить. Мне с ними интересно. Я давно мечтал найти в своем городе подобный круг людей, с которыми можно общаться, как, скажем, с инопланетянами. Второе, что мне дает – это мне дает уверенность в себе. Потому что, когда ты выходишь на сцену, ты начинаешь потихоньку раскрепощаться. Иногда тебе не хочется этого делать, но когда ты выходишь на сцену, это такой кайф. Когда люди на тебя смотрят, ты что-то им вещаешь. И иногда, я только учусь, иногда, когда ты видишь их радостную реакцию, когда они смеются или наоборот задумываются, тебе очень приятно, что ты смог произвести впечатление и что-то показать людям, как-то улучшить их настроение. Мы придумали сценку о том, что человек, который придумал летательный аппарат, его казнят. Первая часть сценки – это как поднятие на Голгофу. Судьи его обвиняют, Палач его пытаются казнить, но что-то случается с гильотиной, и гильотина не работает. Один раз они пытаются это сделать, второй раз – не получается. В результате этот человек, ученый, который придумал летательный аппарат, он убеждает Палача и Судью, дать ему попробовать пролететь. А Судья и Палач, как бы, они над ним смеются, потому что они знают, что этот человек не сможет лететь по их представлению. Они говорят, ну ладно, хорошо, бери, лети. Он берет и в течение минуты переделывает гильотину в летательный аппарат и взлетает. На удивление судьям и Палачам, а также всей собравшейся публике. Ты хочешь лететь вот на этом? Да, хотя бы и на этом. А лети, а лети, и тогда другим точно неполадно будет даже пробовать. Лети, лети, Голубов. Да, закомнишь там пару грек. Да, закомнишь там пару грек. Он летит! Это он не может быть! Это он не может быть! Он правда летит! Да! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова